Дома офицеров Каспийской флотилии Общероссийский день библиотек, который ежегодно празднуется 27 мая, установлен указом президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года об установлении Общероссийского дня библиотек. Эта дата приурочена ко дню основания Первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки в 1795 году. Первые библиотеки – собрание памятников письменности – возникли в древности в Осирии, в древнем Египте, Греции и Риме, монастырях раннего средневековья. Библиотеки получили развитие с XV века после изобретения книгопечатания. В XIX веке были организованы публичные библиотеки. В России монастырские библиотеки появились в XI-XII веках. К концу XVI века в монастырях было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260-350 тысяч экземпляров. В середине XVII века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов. В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования, переданная в 1725 году Академией наук. Возникли научные библиотеки Московского университета, вольного экономического общества в Санкт-Петербурге. 27 мая 1795 года императрица Екатерина II одобрила представленный проект постройки здания императорской публичной библиотеки. Ее обустройство заняло почти 20 лет, с 1795 по 1814 год. Императорская публичная библиотека в Петербурге стала первой государственной библиотекой России, перед которой была поставлена главная цель – создать полное собрание российских книг. Под российскими книгами подразумевались книги, изданные с начала книгопечатания в России и выпущенные на русском языке за рубежом. Полная российская библиотека также должна была включать в свой состав и книги о России, изданные на иностранных языках. Открытие публичной библиотеки состоялось 14 января 1814 года. В 1845-1861 годах в составе библиотеки находился Румянцевский музей, на базе которого в Москве была создана Российская государственная библиотека. На территории Российской империи были открыты школьные и общедоступные религиозные офицерские библиотеки. К 1914 году в России действовали свыше 200 тысяч различных библиотек. После Октябрьской революции 1917 года развитие библиотечного дела определялось декретами. О постановке библиотечного дела, об охране библиотек и книгохранилищ Российской Федерации. О централизации библиотечного дела в РСФСР, которыми предусматривались создание в стране единой библиотечной сети, общедоступность библиотек, полномерное снабжение их новой литературой. В годы Великой Отечественной войны было уничтожено 38% библиотечного фонда, разрушено 52% библиотечных зданий. В послевоенное время было отмечено быстрым ростом библиотечной сети, увеличением фондов строительства библиотечных зданий. В 1970-х годах была проведена интеграция библиотек, централизованные библиотечные системы, создана общегосударственная система депозитарного хранения фондов. Библиотечное обслуживание было полностью бесплатным. Существовала стройная система книгоснабжения библиотек, включавшая около 150 библиотечных коллекторов, систему обязательного экземпляра. После распада СССР, единая система методического обеспечения деятельности ЦБС перестала функционировать. В 1994 году были приняты федеральные законы об библиотечном деле, об обязательном экземпляре документов. В 1995 году об информации, информатизации и защите информации, которым и защищались права библиотечных пользователей. С 2004 года реализуется проект по созданию и развитию системы «Национальная электронная библиотека». Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории Российской Федерации и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд Национальной электронной библиотеки включает 5 миллионов экземпляров. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok